Есть такие грехи, которые, конечно же, оставляют рубцы на сердце человеческом. Например, аборты у женщин. И, конечно же, после того, как женщина исповедовалась, покаялась в этом грехе, Господь прощает этот грех. Но шрам от этого греха остается как память и как напоминание женщине о том, что надо каяться всю жизнь, в этом раскаиваться, чтобы Господь простил и на страшном суде не помянул этого. Потому что, конечно же, грех убийства – он тяжелый грех. А уж тем более детоубийство, и уж тем более в очреве, оно еще более утяжеляет все это. Но и унывать ни в коем случае не надо. Если тяжесть эта лежит на душе, в этот момент, когда вы ощутили эту тяжесть, еще раз прочитайте про себя 50-й псалом, покаянный псалом. Или хотя бы молитву Матеря «Боже милости, будь мне грешного». Один, пять, десять раз повторите ее, на душе станет легче. Это совет Иоанна Кронштадтского. Если на душе стало как-то, так сказать, пасмурно и какое-то неспокойствие в душе, прочитайте 50-й псалом, покаянную молитву, и читайте, пока на душе не станет легче. То есть тогда после этого покаянного состояния души благодать входит в душу, и душе становится легко. Это единственный путь от плохого состояния души.